Чтобы спасти мужа от тюрьмы, женщина попыталась сжечь наркотики прямо на глазах у полицейских. Все произошло в Большоулуйском районе. Супруги увидели стражей порядка в окно. Мужчина схватил два пакета, где было около килограмма марихуаны, и пустился на утек. Часть рассыпал, остальное выкинул в яму. Когда его скрутили, жена не растерялась, вытащила пакеты из ямы и подожгла. Но полицейские пресекли попытку уничтожить улики. Они засыпали наркотики снегом. Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии. Далее еще пять новостей. Коротко. Что бабушке-то сказал? Деньги зачем? Что умер дальний родственник. Нужны деньги на похороны. 91-летнюю бабушку обманул молодой мошенник. Он подошел к ней на улице, представился племянником и сообщил, что его брат погиб в ДТП, а денег на похороны не хватает. Доверчивая старушка предложила ему прийти к ней домой и дала в долг 29 тысяч рублей. То, что 35-летний житель Абакана мошенник, выяснилось только после того, как она рассказала эту историю дочери. Мужчину удалось задержать. Часть денег он успел потратить. Потерпевшей вернули оставшиеся 10 тысяч. Мошенник уже грозит до пяти лет колонии. Пьяного водителя лесовоза поймали в Енисейском районе. Прав у него не было, но он продолжал официально работать в конторе по перевозке древесины. Алкотестер показал 0,3 промилле. Выяснилось, что 58-летнего мужчину уже ловили пьяным за рулем. Теперь его ждет уже уголовная ответственность. Система «Говорящий город» установили в новых красноярских трамваях модели «Львенок». Она состоит из радиопередатчиков, подключенных к ним звуковых маяков и мобильного приложения. Передатчики и маяки устанавливаются на трамваи, приложения на смартфоны. Благодаря этому маломобильный пассажир может прослушать информацию, что к остановке подходит трамвай, узнать номер маршрута и направление его движения, а также о наличии низкого пола и аппарелей. Пассажиры же смогут заранее сообщить водителю о намерении сесть в трамвай и выйти из него. Соглашение о строительстве делового комплекса «Красноярск-Сити» на набережной Енисея подписали правительство края и компания «Сибиряк». Планируется, что его возведут на территории бывшего комбайнового завода, где строится жилой комплекс «Новоостровский». Это будут четыре высотки в строящемся микрорайоне «Новоостровский» с общей площадью свыше 295 тысяч квадратных метров.